Осталось 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0! Этот взрыв, прогремевший 29 августа 1949 года, открыл новую, пугающую главу в истории Холодной войны. Через 4 года после того, как Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на Японию, Советский Союз провел первые испытания собственной ядерной бомбы на полигоне в Семипалатинске в Советском Казахстане. Взрыв был зафиксирован в Соединенных Штатах, и президент Гэри Трумэн объявил, что главный соперник теперь является ядерной державой. Теперь у России есть секретное оружие. Конечно, это было неизбежно, и все же заявление президента Трумэна стало полной неожиданностью для многих из нас. На Западе ожидали, что разработка ядерного оружия займет у Советского Союза еще несколько лет. Однако шпионы в американских исследовательских институтах передали информацию, которая, скорее всего, ускорила этот процесс. Инженер-электрик Юлиус Розенберг обвинен в выдаче России критически важных секретов изготовления атомной бомбы. Бомба, испытания которой состоялись в 1949 году, конструктивно похожа на бомбу-толстяк, сброшенную на Нагасаки. Город Курчатов, находящийся сейчас на территории независимого Казахстана, был в те годы сердцем советской ядерной программы и не обозначался на картах. Это было сверхсекретно от всех. Конечно, главная цель была, чтобы империалистические враги не узнали, чем занимаются тут ученые. Ну, а чтобы враги не узнали и свои не должны знать. Музей Национального ядерного центра в Курчатове рассказывает об истории советской ядерной программы. Во время первых испытаний 1949 года в зону поражения были помещены самолет, военное оборудование и более полутора тысяч животных для оценки последствий взрыва. Кинокамеры, установленные в бетонных укреплениях, зафиксировали разрушительное воздействие бомбы, превзошедшее оценки советских инженеров. При этом заложниками испытаний оказались и местные жители, но они ничего не знали о рисках, которым их подвергают. Взрывы производились в атмосфере и замерялись, как это, значит, влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики. Школьный учитель Болотбек Болтобек живет у границы полигона. Он помнит, как жителей просили покинуть дома накануне ядерных испытаний. Он говорит, что местные надевали праздничную одежду и шли смотреть на облака в форме гриба. Мы с родителями выходили из дома. В какой-то момент земля начинала дрожать. Вы слышали об этом, видели это по телевизору, а мы рядом с этим жили, как мухи у купящего котла. Политики считают нас мухами, но ведь мы люди. За последующие четыре десятилетия Советский Союз взорвал как минимум 456 ядерных бомб на Семипалатинском полигоне. Он был официально закрыт 29 августа 1991 года, ровно через 42 года после первых испытаний. Советский Союз, ничуть не стесняясь, на собственном населении испытывал последствия ядерного оружия. И тогда вот возникло понимание того, чем пришлось заплатить за эту общесоветскую национальную гордость, что у нас тоже есть ядерная дубинка, такая же, как у Америки. В наши дни Казахстан принимает историю советской ядерной программы под лозунгом «От национальной трагедии к национальной гордости». Страна сыграла ключевую роль в важнейшем военном проекте Советского Союза, и оставшийся исследовательский центр занимается сейчас разработкой мирных ядерных технологий. Однако многие казахи считают, что ядерное загрязнение от взрывов оставило токсичное наследие, о котором нельзя забывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok